смотрите всегда биографию смотрите биографию ведь то что мы сейчас наблюдаем вот какие-то очень цивилизованные высказывания невзорова да это замечательно но это попытка как бы обретение новой жизни вот многие мигранты во франции братья куаши которые делись во франции даже уже не смогли обрести новую жизнь это кстати к вопросу о бихайверизме о есть в нейрофизиологии одни считают вот как человек родился не только в нейрофизиологии в эволюции человек родился и его нельзя изменить другой быть нету все зависит от среды вот нет противоречия потому что среда имеет место но просто имеет влияние гораздо меньше чем изначальность если с моей биографии невзорова то конечно он уже измениться не может это все начинал он обязательно в это вернется хотя в период нашей дружбы я делал все чтобы закрепить вот этот его замечательный побег в другую биографию другое дело что он последние годы все эти годы почему нас наметилось очень серьезно разногласий что он стал вести не стал я просто он вел всегда и ведет он двойную игру пришел с одной стороны доверие лицо путина обожает якунина для него вообще предел восторга доблести красоты и достоинства это губернатор петербурга неважно какое матвиенко потом у него стал другой образец это полтавченко потому что матвиенко уже не стала полтавченко уже стал губернатором вот и так далее и так далее он он обожает пишет написал что очень симпатичный мой этот царионов бандит свыщий бегающий да по выставкам потому что он вот не успокоены много видно что он не успокоен а нужно было уже успокоиться и при этом начинают говорить замечательные разумные вещи про то что не надо воевать имперский комплекс плохие прости а кто же это все делает и очень видно очень видно по статьям невзорова сначала такие соразмерные замечательные стильные аргументированные статьи связанные с историей публицистические но не про исторические темы про развенчание мифов там какие-то факты многие факты я ему находил по его просьбе и написано отлично слайд на историков потом вдруг историки все плохие истории не существует до полетели в другую сторону да это просто связано исключительно с нашими вот личными разногласий то есть он у него сознание не ученого у него сознание публициста журналиста который все свои личные значит вот с кем поссорился или с кем помирился с кем значит большой любви значит он это тут же выдает в текст это называется сознание диреканта да и статья а потому что я подчеркиваю еще и еще раз у не очень хороший мозг то есть память соображение там и так далее так далее но это используется вот так как используется он не смог ответить ничего есть масштаб личности определяется тем что может признать свои ошибки если он трусит если он не может сказать что да я ошибся или не может ответить а чтобы здесь ответить про личности да в тему личности где он сказал не существует и все мозги одинаковы но это надо переписать всю мировую историю там сотни томов объяснить что не наполеон не маргарет тэтчер не сократ не платон не нитши там не викилианджело не на черчилль не гитлер не перельман не один ученый не ничего вот они в общем то ровно такие же как там и и любой дауна либо я баба дусь и и так далее все лет на 30 все лет надо переписать учебник нейрофизиологии вот это был бы достойный мужской ответ а трусливые молчание с одной стороны и такой подзаборные хамство кота как он все позволил ты знаешь некоторых местах ну это вот к сожалению очень печально я если честно знаю его не ожидал другого при том что я к нему очень хорошо отношусь и продолжаю в какой-то степени хорошо относиться личности то что я знаю его другим каким вы его не знаете и каким собственно он не очень хочет чтобы его знали я вам расскажу одну научную научную истину часто очень хороший интеллект вот интеллектуальный человек с опытом просто личность да все его достижения все его таланты все его обаяния харизма вот это все может сойти на нет и просто быть сломано им же самим благодаря психике психика который вроде бы ну такая женщина ненаучная вот подойди к физиологу он скажет ну вот есть там нейрофизиологии подойди там к этому скажешь ну вот разрежьте где ваша психика вроде бою нет но ты понимаешь она так действует ее в шкаф она и шкафа на тебя ее там в печку она еще с большим огнем на тебя выскакивает вот что такое психика и есть понятие психотип тоже научно научно но удобный ну термин который нам для работы удобно если удобно и для работы значит не надо работать а дальше развивать и искать лучше пока не нашли лучшую работаем с тем что есть это вот закон науки да так развивался все все дисциплины психофизика и в отношении с невзором ты говоришь особенно все замечательно было и дружили и что удивительно для невзорова он это в общем так сказать не скрывал и даже был фильм про невзорок пьев 55-летию который сделал первый канал и делаю его очень интересный человек андрей курпатов это близкий друг невзорова и он сделал очень качественный фильм потому что обычно продюсеры они сами не ведут не смотрят он сам брал интервью сам ходил ездил в петербург общался со всеми сам монтировал все дела сам и невзоров даже попросил меня участвовать в этом фильме его 55-летию рассказать все он был значит в первую пору восхитительным трепетным заботливым добрым то есть все лучшие человеческие качества но что ломает что ломает опять в тему психотипа даже безотносительно вот пойдем отстраненную не надо брать конкретно это не научно научно это когда нечто массовое представь себе сколько у нас таких вот мужчин которые хотят казаться брутальными доминировать казаться брутальными говорить на тембре значит быть одиноким волком ну и по прочей бредовые термины много-много вот в том все идет и почему каждый почти можете это сымитировать но внутри большинства этих брутальных мужчин в них живет такая зачем такая маленькая девочка такая наташа ростова ну неважно мне по идее почему рада зам или татьяна ларина или жюльетта афель неважно но эта девочка она замечательная она пишет письма она рафинирована на чувствующая на все она способна на все там и даже в перспективе коня остановите в горячую избу эти все может но она почему-то не хочет чтобы это замечали и положительные качества чтобы замечали окружающие люди а видели и другой а видели ее другой и она напяливает на себя гримотелла на самом деле вся эта там заварушка личности и истории не перенеры физиологии это конкретика который видна и который это предпредит на притекст как свети по-русски притекст ну вот ну как ну да это какие-то там вне ну предпосылки такие это внешние факторы это то что вам показывают да это не суть суть и другая есть доминантность да почему то вдруг человек подумал вот так позавидовал да хотя смешно 24 года разницы возраста да ну просто смешно до разный возраст разные так сказать ну немножко одна аудитория но все равно все разное первое потом вот эти комплексы да потому что зачем дружить когда может быть отела это 2 это комплексы я комплексы всегда сильнее интеллекта к сожалению то есть не всегда но в 90 процентов случаев даже очень сильного самый слабый комплекс всегда жанрова сильнее самого интеллекта и третье это все-таки дружки то что дружки то у него есть и в администрации понимаешь они ну зачем ты с ним вообще накрути там надо и и он мне все это передавал я слушаю него накрутили конечно накрутили да и вот это все вместе то есть администрация наташа ростова который может уходить до плюс еще ну кто-то там где-то ляпнул про мои рейтинги там в петербурге улушников общего из всего этого вот из всей истории потому что меня обвиняют что я значит меня все обвиняют даже наши общие друзья что я должен был терпеть и что разница в возрасте что значит надо было спускать какие-то так сказать хамские вещи и так далее хамство не терплю это и значит долго спускал вот за все время дружбы на моей совести есть только один не не очень хороший момент и вот чтобы просто уже не возникало никаких вопросов я себе и всем скажу все до чтобы не было глеб еще хотел чтобы мы виделись пить это его город это он вот это его место это его поляна он должен возить он должен мы были в кафе обсуждать у него делать интервью мне 1 когда я приехал первый раз он пустил свою студию он дал мне там прочитать лекцию он дал мне там интервью для местных каналов это было невероятное гостеприимство и низкий музей это поклон и он просто привил проявил себя самым восхитительным образом восхитительным действительно и второй раз вот так но мне был он тогда уезжал там на югам и вот уезжал я это знал я это знал от лиды джин а если бы я перенес с ноября на декабрь когда он хотел то я бы уже петербурге ну я записался булушникова но я бы не смог погулять то что для меня разница все-таки 10-15 градусов это для меня для моего значит голоса большая разница и потом есть совсем есть совсем честно до выходил пошляться а если бы это весь там был невзоров то это был бы каждый раз там лекции мне в ухо про мезозои которым путай с диатезом то есть он замечательный он я сказал он восхитительно читает книжки он новую открыл для себя жизнь да вот эту но это нельзя быстро это быстро не делается нельзя делать быстрые выводы но почитает эти книжки несколько лет чтобы не путать мезозой с диатезом да и я значит срочно позвали лушнику говорю давай только этом я могу только в эти дни я действительно мне неудобно было в декабре у меня были другие важные вещи но я сформулировал не совсем хорошо я сказал что я могу только вот так вот я мог с трудом но я мог перенести но тогда бы у меня бы не было не пошляться и было бы насчет диатез и было бы и декабрь и не погулять ничего вот и он сначала очень жестко сказал значит прямо почти бросая трубку что нет перенеси я должен быть так и питере в этот момент и тут нашло или я должен был через себя переступить и один мальчик или другой и не один я не переступил хотя наверное надо было потому что просто из-за его действительно безупречного отношения тогда ко мне хотя опять таки эти могу сказать точно мы точно также бы по тем причинам что я тебе сказал три причины базовые также бы разругались точно но вот этого бы случае бы не было на моей совести а результат был совершенно один 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 тоже и он после этого неделю где-то прямо несколько дней не звонил и потом позвонил такой как бы женщин сразу то есть сразу было понятно что проехали но это не по-другому не бывает это остается это не забывается это остается к человек человек тем более с таким больными были самолюбим а у меня самолюбие это пойми я тоже у меня это тоже есть у меня тоже она не настолько больной по разным причинам у меня чуть чуть меньше комплексов чуть другая биография но этого мне если если я вынужден вот что-то такое я правда так глобально не переступал но если вы нужно кому-то что-то спустить я к сожалению держу зуб понимаешь я это очень хорошо понимаю у нас мы в этом плане похожи и что-то тогда хотя было все то же самое но что-то я почувствовал то есть отмечу для себя изменилось вот это единственный раз то что мне сотни писем пишут что я должен был сохранять значит дружба дали мне я где что единственный раз когда я поступил не очень хорошо это вот этот вот раз при том что я все что я мог все мои либералы друзья все к нему относились отвратительно я написал статьи на их и москвы я объяснил что вот то что наши сочинял в начале 90 все это прошло он совсем другой значит я даже поссорился своим другом львом лев прагунов замечательный да значит я с альбом очень дружу а так случилось что лев его племянница первая жена невзорова и они и до вас эти было интервью вы же да а благодаря кому огромный тогда и я почти рассорился когда вышла наша беседа с невзором я с тобой тоже ты мне сказала что значит он себя ввел плохо и так далее я с тобой тоже подсапал сказал чтобы всем значит мне говорила валерий лично во дворской было по сути право да люди не меняются но я должен был дать шанс тем более что он был безупречен но он был лично безупречен я дал шанс понимаю что люди не меняются все равно пока все идеально я не имею права плохо относиться значит делал все что мог фильме который снимал курпатов значит для эрнста для первого канала посмотри я говорю самые невероятно добрые все что я мог я все сделал и я искренне хорошо но до сих пор вот к тому невзорова но биографию не переменишь потому что ну представь себе если сначала дед кгб до непростая атмосфера без отца сбежал значит пошел к этим попам в московскую духовную семинарию четыре года это мы с тобой вышли мой брючок еще в худшем состоянии то есть когда я писал монографии правда войне 12 года то в это время он изучал духовность когда я ставил спектакли с образцово большом театре и олимпиаду он был каскадером вот без лица он заменял в трюках каких-то наших саковых алкоголиков актеров когда там я принципиально отказался от всех своих возможностей чтобы говорить то что я говорю и не говорить что я обожаю значит мэра города в котором живу и что я хочу быть доверенным лицом он доверен лицо и обожает мэр да да единственное он по моему сделал не очень там стратегически правильный ход потому что он все время так как-то шпиняет навального а он же все равно захочет потом быть доверен лицом навального если есть и он договориться с чагистами то есть можете сесть значит сесть сесть вот потому что надо будет как-то сообщать что вот я открыл вас невероятную нейрофизиологию что вы меня напоминаете ранний поздний мизозой как живой из геодезии причем это непросто будет для меня это это было очень тяжело и для него это было тяжело но для меня это вдвойне потому что я вижу что проблем это ноль одни комплексы и можно было бы замечательно вот эта тандема который который мне плешь проели уже просто все вокруг и общие знакомые и незнакомые значит фейсбуке пушка они там видели в наших отношениях то что в общем для них не было и нельзя ребят надо понять что вот всему свое время всему свой срок и срок годности срок годности отношения такой правда у меня бывали случаи разные в жизни когда я сходился с людьми потом страшный просто вот ну враги такие что вы а потом опять и еще больше дружбы на новом витке в новом понимании то не думаю разногласия не значит не знаю будет ли такое с невзором потому что у него уж очень больное самолюбие вот вот смотри сейчас что делать что сейчас делает не взор он стучит скальпелем по краю ну хорошо юный натуралист ну или там пристали тоске не юный не юный натуралист но все равно ты уже не ну что ты будешь случая все но ты уже в этой крисе не откроешь то сказать да неважно мне там режиссеру публицисту ученым верят огромное количество молодых людей которых только начинается жизнь я знаю как верят мне я знаю как верит невзорову у него огромное число поклонников среди молодежи в другого поколения уже неважно там все перемели перемешалось они должны сразу видеть что к чему чтобы самим не пасть в ошибку они должны сразу видеть двойную игру они должны видеть комплексы и так далее я даже сразу видеть подноготную не важно у меня тоже я вот пишу я ничего не из того что мне есть я ничего не скрываю потому что я предоставляю все смотрите вот как это есть вот как бывает в жизни как устроен это в истории как устроен у меня лично в жизни да